Более ста жителей Уилского района получили выгодные кредиты по программе Аула Монатэ на открытие и развитие своего дела. Особенно популярны у сельчан птицеводство, растениеводство, а также основные направления предпринимательства. Отрадно, что активно пользуются возможностями государственной поддержки Уилцы из числа социально уязвимых слоев населения. В частности, собственный бизнес открывают многодетные матери, которые таким образом повышают благосостояние семьи. Алия Исимгалиева из населенного пункта Каратал, сельского округа Шаганака-Берсиева, многодетная мать. Женщина работает нянечкой в местном детском саду. Для повышения благосостояния собственной семьи Алия вместе с супругом Нариманом решили начать бизнес. Благо, для занятия предпринимательством созданы условия благодаря проекту Аула Монатэ. Начинающим бизнесменам разъяснили основные направления деятельности в рамках проекта, условия кредитования. Как результат, было решено заняться птицеводством. Сейчас в птичнике семьи есть гуси, утки и куры разных пород. Мы получили 2,5 миллиона тенге под выгодный процент. В качестве залога оставили наш сельский дом. Условия кредитования очень хорошие, нас все устроило. Закупили 50 уток, в основной массе породы мулард. Также приобрели 200 гусей и 50 кур адлерской и кучинской пород. Все птицы завезли из областного центра. Сейчас бизнес постепенно развивается. Уже в скором времени планируем сдавать на мясо. Интерес очень высокий, условия для выращивания есть. Вот такой водоем, где можно растить водоплавающую птицу. В будущем хотим сделать большой птичник, повысить количество уток, гусей и кур. Надеемся и другие направления развивать. Односельчанка Алии Симгалиева и Гульзат Уилбаева также активно развивает собственный бизнес благодаря проекту Аула Манате. На реализацию швейного проекта она получила 1 миллион 600 тысяч тенге. Сейчас женщина успешная и узнаваемая бизнес-вумен в родном селе. Продукция пользуется большим спросом. Это и различные виды курпе, головные уборы, детские вещи и многое другое. Планы у предпринимательницы также амбициозные. Дома занимаюсь швейным производством, выпуская очень большой ассортимент продукции. Из нашего села люди покупают, постоянно заказывают. В общем, заказов хватает. Кредит выдали по очень выгодной ставке – всего 2,5%. В качестве залога дом оставили. Условия кредитования очень хорошие, никогда подобного не было. Огромное спасибо государству за возможность открывать и развивать бизнес в сельской местности. Планирую в дальнейшем расширяться. Хочу еще дополнительно работника взять. Кроме того, в перспективе хочу открыть собственный швейный цех. А молодая бизнес-вумен из райцентра Айшулпан Тапашева успешно развивает ветеринарный бизнес. Мама двух маленьких дочерей получила образование по специальности с красным дипломом. Айшулпан открыла в Уиле ветеринарную аптеку, которая уже пользуется большим спросом у сельчан. И это неудивительно, ведь район имеет сельскохозяйственную направленность. Помимо реализации различных препаратов для животных, девушка проводит консультации. К ней могут обращаться круглые сутки, 7 дней в неделю. Я получила по программе Ауа Манате 3,5 миллиона тенге под 2,5% годовых. Примерно 30% кредита ушло на закуп оборудования, шкафов и прилавков. Остальная часть на приобретение необходимого ассортимента препаратов. Людей очень много приходит. Когда еще находилась в декрете, работала онлайн. Проводила консультации, занималась реализацией ветеринарных препаратов. Сейчас же все в арендуемом помещении. Надеюсь, что со временем получится открыть аптеку в собственном здании. Надеюсь, в этом вопросе получить поддержку Акимата. Аренда помещения дорого обходится. Плюс нужно кредит погашать. Цены у меня доступные. Обращаются даже клиенты из Хабды, Миялы, Шубар-Кудука. Действует доставка обычно на такси или по почте. К слову всего, по Илскому району в рамках аула Манате было одобрено 129 заявок. 101 сельчанин получил кредит. 36 проектов реализуются по направлению птицеводства, 19 – растениеводства, а 46 – по линии малого и среднего бизнеса. В общей сложности у Илцы были прокредитованы на сумму около 300 миллионов тенге.